Ни товара, ни денег. 16-летний школьник стал жертвой разбоя. Подросток разместил на одном из интернет-сайтов объявление о продаже айфона. Желающие приобрести гаджет нашлись, но под видом покупателей навстречу явились двое вооруженных преступников. Обвиняемые выписали списки телефонов из интернета продавцов, воспользовавшись сайтами продажи, скажем так, бывших употреблений телефонов. Договорившись о встрече с одним из продавцов, им было принято решение о том, чтобы в ходе разбоя нападения завладеть данными телефонами, что они и осуществили. Нападение произошло возле частных домов по улице Самаркандской. Лжепокупатели подъехали к месту сделки на машине и, угрожая пневматическим пистолетом, похитили у потерпевшего и его личный телефон, и тот, что предназначался для продажи. Затем они вытолкнули парня из салона автомобиля и скрылись. Подросток не запомнил номер авто. К тому же сим-карта, с которой звонили лжепокупатели, была зарегистрирована на несуществующего человека. Для установления личности похитителей полиции пришлось проверить владельцев сотни черных десяток и тщательно детализировать телефонные разговоры. Благодаря кропотливой работе, детальной анализации, полученной информации по телефону потерпевшего, по телефону предполагаемых подозреваемых, сим-карте, установлении круга лиц, которые могут вообще знать и иметь какие-то выходы на подозреваемые установления и анализу всех автомобилей марки АС-2110 и помогло своевременно раскрыть уголовное дело. Криминальную парочку водворили в СИЗО. Стражи порядка предупреждают. Продавая с рук ценные вещи, встречу с покупателями нужно назначать в людных местах. А несовершеннолетним и вовсе лучше не участвовать в таких сделках. Елена Иговцева, Елена Семенова, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.